Братья и сестры, добрый вечер! Хочу сегодня показать два текста Священного Писания и вместе поразмышлять над этими словами. Первый текст давайте сразу мы откроем. Это Евангелие от Матфея, 12 глава 36 стих. Господь говорит, говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Как вы думаете, серьезный текст? Серьезный. Что это значит? Это значит, что за каждое слово, даже за праздное, то есть праздное, есть же слова не праздные, есть слова, но конкретные, серьезные по делу, а есть слова праздные. Праздные это значит, ну, они, они, ну как, они ничего не значат, да, как бы, незначущие, ну просто так ляпнул, не несущие в себе смысла. И он говорит, что даже за праздное слово человек понесет ответственность. Вот сегодня я прочитал и понял, что кто-то пишет или кто-то записывает все, что мы говорим. Там фонит немножко микрофон, подправьте. Вы послушайте еще раз. То есть, если мы за каждое праздное слово дадим ответ, получается, все наши слова кто-то записывает, и даже праздные слова. Но я бы, например, праздные слова не записывал. Я бы записывал какие-то важные вещи, плохие или хорошие, там бы уже определил, вот плохие получи за это наказание. Ну, слава Богу, или, ну, что я не к этому, да, меня Бог сотворил. Но тем не менее мы видим, что на небе записываются все наши слова. Я читал как-то статистику, и вот провели такой, как эксперимент, и в среднем, за неделю, в среднем. Человек наговаривает книгу в 500 страниц за неделю. То есть в течение недели, если все слова его записывать, то за неделю получается книга 500 страниц. Ну, у нас Сергей Гришин, то, наверное, он наговаривает за неделю там побольше. А за год, послушайте, за год человек, если вот в таком формате смотреть в среднем, 52 книги из 500 страниц. За год 52 книги наговариваем. Мы наговариваем. Братья и сестры, и все это пишется. Потому что Христос сказал за всякое слово, какое скажут люди. А ты переживаешь. Вот Андрей у нас месяц уже говорить не может. Я думаю, какой счастливый человек. У него с голосом что-то, ну, что-то случилось, и он говорить не может. И думаю, какой счастливый человек. Да, вот ты сейчас вставляешь свою ремарочку, а он сидит, он не может ее вставить. Ему горло больно. Теперь давайте мы еще раз, еще посмотрим один текст. Мы прочитаем послание Иакова. Вот, друзья, из третьей главы. Друзья, вот послушайте, насколько серьезно Библия предупреждает нас. Нам прежде чем что-то сказать, спеть, нам нужно хорошенечко подумать, а не понесу ли я за это ответственность потом? Третья глава, второй стих, со второго стиха. Послушайте. Ибо все мы, Иаков пишет, много согрешаем. Вы видите? Все мы много согрешаем. Здесь нужно понять и заметить, я хочу, что грешить и согрешаем, в этом есть разница. Грешить – это я пребываю в грехе, согрешаем, согрешаю, это я согрешил, осознал. Господи, прости меня. Пребывать в грехе и согрешить – есть разница, да? Но посмотрите, апостол Иаков, он не говорит о том, что вы согрешаете. Ну, все мы много согрешаем. Иногда ты слышишь, с человеком разговариваешь, говоришь, слушайте, ну, сколько можно, вот вы пребываете, вы вот совершаете это. А человек говорит, все мы много согрешаем. То есть он как бы берет этот текст и использует для того, чтобы согрешать. Но Иаков говорит о других вещах, он показывает, да, мы все много согрешаем. И дальше он толкает нас к тому, чтобы мы начинали работать над собой, для того, чтобы мы не согрешали. И посмотрите, он пишет, кто не согрешает в слове, тот человек, совершенный, могущий обуздать и все тело. Посмотрите, это очень серьезно и очень важно. Если мы научимся обуздывать наш язык, у нас не будет никакого труда обуздать наше тело, которое тоже тянется ко греху. Вы слышите? Обуздать язык. Если мы научимся еще раз обуздывать наш язык, чтобы язык не согрешал, то он говорит, вы уже совершенные люди, вам не достанется такого большого труда и обуздывать все тело. Язык. А почему язык? Потому что, я вам скажу, мы согрешаем языком больше всего. Этим членом тела мы согрешаем больше всего, чем другим. Язык. Вы чувствуете, как он во рту у нас болтается? Туда-сюда, то вверх, то вниз. Постоянно он в каком-то движении. Чувствуете, да? Или нет? Маленький такой, маленький. Но мы им согрешаем больше всего. И вот посмотрите, третий стих, четвертый он пишет, он написывает, Яков, он говорит, вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. То есть он приводит пример, и он говорит, вот эти удила, которые в рот коням, лошадям вставляют, и управляется все тело, вся вот эта махина управляется маленьким удилом. И он говорит, Язык, если вы научитесь им управлять, если вы научитесь его обуздывать, вы сможете обуздывать и все тело. И там дальше он говорит, и корабли посмотрите, какие они великие, большие, какие ветра там сильные. Но управляется чем? Там маленький этот руль. Куда хочет короче? Вправо, вправо, лево, влево. Вот язык приводит пример, если мы научимся, мы сможем управлять всем телом. Дальше он рассказывает и показывает, какой вред приносит язык. Сегодня я даже немножко ужаснулся, еще раз напомнив себе. Посмотрите, он говорит, Язык, пятый стих, небольшой член много делает. Посмотрите, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Опять приводит пример. И дальше, Язык прекрасно неправды. В таком положении он находится между членами нашими. И смотрите, что он делает. Он оскверняет все тело. То есть ты брякнул языком и осквернился весь. Полностью весь грязный. Все тело осквернилось. И еще, это еще не все, воспаляет круг жизни. Вокруг тебя жизнь еще воспаляется. Мало того, что этим языком осквернилось все тело, и еще ты жизнь себе вокруг испортил. Маленький член, но так много делает. Посмотрите, еще очень важная вещь. Это нужно понять. Яков пишет, что всякое естество, седьмой стих, всякое естество зверей, птиц, присмыкающихся, морские животные, все укращается и укращено человеком. То есть в принципе все в этом мире может быть человеком укращено. Слон, пожалуйста, смотришь, залез этот индус на слона и погоняет. И слон там, и такое громадина, махина. Он бревнышки там складывает аккуратно. То же самое смотришь, дельфины и дельфины тоже. Все укращено. И человек, человек может укротить все в этом мире. Но посмотрите, но язык, восьмой стих, никто укротить из людей не может. Даже вы сами, вы свой язык укротить не можете. Никак не получится. И я ваш язык тоже не укращу. Одно, один выход. Какой, Андрей? Выход один какой? Сказать не может горло. Доктор говорит. Нет, никто из людей, из людей никто. Даже если, даже если, а ты же руками начнешь там всех. Ты же руками же немой. Руками же начнет там всех. Я видел один раз, один глухонемой матерился руками. Это ужас. Материться руками. Такие жесты там и все. Ну, когда столкнетесь, поймете сразу, что он вас не благословляет. Сразу поймете, поверьте. У меня было двое дядек глухонемых. Они приходили иногда пьяненькие к моей маме, к сестре в гости. Просили у нее на выпивку. Я видел, как они молча там, все матерились. Видел. Понять несложно. Но, друзья мои, это важно понять, что мы не можем укоротить, и сам человек не может укоротить. Почему? Потому... Как? Как? Ну, давай, как? Мы обуздать. Как? Давай, как обуздать? Ну, давай, попробуй. Попробуй не разговаривать. Вот, давай, не разговаривать месяц. Попробуй. Невозможно. Невозможно. Мы не можем внутри нас, как? Послушайте, это важно. Ибо от избытка сердца говорят уста. А нам нужно научиться не грешить языком. Правильно? Бог же не говорит нам, и апостолы не учат, что ты молчи, ничего не говори. Он говорит, не согрешайте языком. Не согрешайте языком. Если вы научитесь не согрешать языком, вы сможете и все тело обуздать. Вы тогда будете совершенными. Он говорит, если научитесь не согрешать языком, вы будете совершенными. Как? Как? Итак, от избытка сердца говорят уста. То есть, сам язык я обуздать не могу. Он болтается в моем рту. И он выплескивает наружу, что? То, что у меня в сердце. Вчера я смотрел по видео, дебаты у нас баллотируют. Ну, кто? Президенты. Мама дорогая, мне было так стыдно, что я живу в этой стране. Один облил другого водой, тот матом в прямом эфире. Все давай друг на друга орать, оскорблять друг друга. И никто не может удержаться. Никто. Посмотрите. Это важно. Девятый стих. Языком благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Вот смотрите, естественные же вещи, да, он говорит. Из источника не может сладкая и горькая. Либо сладкая, либо горькая. Дальше опять он говорит. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины. Смоковница приносит смоквы. Виноградная лоза не может приносить смоквы. Виноградная лоза приносит только виноград. Также один источник не может наливать соленую и сладкую воду. Такого нет. Что хочет сказать апостол Иаков? Обуздать язык, а по-другому не согрешать языком, мы можем только в одном случае, приведя свое сердце в порядок. Все. Другого выхода нет. Ты язык никак не сможешь его обуздать. Неукротимое зло. Он болтается и выносит наружу то, что у тебя в сердце. Если ты злой, ты будешь вот так, слава Богу, аллилуйя, в церкви, а потом раз, и зло язык твой вынесет. Если ты завистливый, зависть, язык твой вынесет наружу то, что у тебя в сердце. Поэтому, если мы хотим научиться не грешить языком, нам нужно привести в порядок свое сердце или обновлять сердце, очищать сердце. От избытка сердца говорят уста. Если твое сердце будет наполнено добром, твой язык будет выносить добро. И болтай сколько хочешь. Вот тогда сколько хочешь болтай. Вот тогда ты не согрешишь языком. Ты можешь говорить и говорить и говорить и говорить. И ты не согрешишь языком. Потому что твое сердце доброе. А если сердце злое, ты ничего не сможешь сделать. Это все равно выльется наружу. Рано или поздно. Вы слышите? Вы поняли? Сердце. Тринадцатый стих Яков, он вот теперь конкретно говорит. Он говорит, мудр ли, что практические вещи, разумен кто из вас. Докажи это на самом деле добрым поведением, мудрой кротостью и дальше. Но если в вашем сердце, видите, продолжение текста, вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь. И не лгите на истину. В сердце. Если вы имеете в сердце вот это зло, не надо хвалиться, оно выйдет. Даже если вы говорите что-то о Боге доброе, но в вашем сердце злое, вы будете согрешать и языком. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, нам нужно сделать акцент на сердце. А ведь мы же с вами реально понимаем, вот когда сердце обиделось, мы же чувствуем, но обиделось. Меня обидели, я же это чувствую? Чувствую. А когда я завидую? Я же тоже это чувствую. А как я чувствую, когда я завидую? Как я чувствую? Как почувствовать, что я завидую? Как вы определяете, завидуете вы или нет? Ну просто вот куртку ты купила, новую, хорошую. Все. А я радоваться не могу ей. Не могу ей радоваться. Мне бы радоваться-то, а я не могу радоваться. Почему? А потому что вот хочется, а вот она куртку, а я у меня нету. И не могу радоваться. А у некоторых даже бывает, он, пойдем там, брат, машину купил. И он вокруг этой машины, да это резина левая, это вот у него, значит, здесь гнилая, здесь вот это. И вот он ничего хорошего найти не может. Почему? Он скрижет, побежал смотреть машину. Не радоваться не может. Зависть в сердце. В сердце. Господи, это грех. Господи, прости меня. Вот мы же, мы чувствуем в сердце, когда что-то с нами не так. Мы это понимаем. И нам нужно обновлять наше сердце. Не язык держать. Я говорю, я буду держать. Я его прикушу. Ничего не получится. Ммм, мм, мм, да пошел. И все. Понеслось, вырвалось. Да, язык прикусил так, что кровь бежит. А все равно он болтает, выносит из сердца. С кровью выносит из сердца, что у тебя там внутри. Но если мы научимся, то тогда мы и телом не будем согрешать. Понимаете, да, друзья мои? Пусть Господь нас благословит. И тогда мы будем Бога благословлять. И тогда наш виноградник будет приносить винограды. И тогда источник будет сладкий, не соленый. Да благословит нас Господь. Встанем, помолимся за что? За сердце. За сердце. За язык он сам по себе, он болтается. За сердце. За сердце. Потому что если в сердце будет порядок, языком проблем не будет. Аминь? Аминь. Загляните в свое сердце. Посмотрите. Может быть, сегодня стоит обновить наше сердце. Как мы обновляем наше сердце? Через покаяние. Господи, прости меня. Боже святый. Я согрешил. Я совершил этот грех. Вы исповедуйте грех ваш Богу. И Бог прости. Что значит исповедуйте? Исповедуйте, скажите об этом грехе Богу. Я завистливый? Или я матершинник? Или я там нахал, наглец? Или там я блудник? Господи, прости меня. Исповедуйте это Богу. И Бог написано, Он простит. И Он очистит нас. И мы обновим наше сердце. Обновим. И тогда язык наш, он будет в порядке. Аминь, друзья. Благословит нас Господь. Давайте помолимся. Господь.